Добрый день, добрый вечер. У нас сегодня очередное заседание вебинара нашей группы про теорию уровней. И у нас сегодня Леонид с докладом. Леонид, пожалуйста. Добрый день. Пытаясь неоднократно кому-нибудь из знакомых вкратце донести суть ТУАИ, я столкнулся с тем, что на пальцах и быстро, за время которое человек готов меня слушать, я могу донести только некоторую очень-очень маленькую часть. И вот я пытался ту часть именно, которая, на мой взгляд, для начала знакомства наиболее важная, сейчас представить в виде набора слайдов. То есть это такой некоторый, скорее, тизер самой ТУАИ, чтобы человеку стало интересно, что же там есть еще, что с этим делать, и дай что-нибудь посмотреть, почитать и расскажи что-нибудь еще. Концепция модель для чайников подразумевает, что мы будем работать с чаем и на кухне. Значит, предисловие. То, что стоит сказать человеку, который начал знакомство с теорией уровня абстрактного интеллекта, некоторые постулаты, на которые она опирается. Первое. То, что наше сознание – это некоторое отражение реального мира. Это отражение всегда с упрощениями. Это моделирование внутри нас внешнего. Эти упрощения снижают точность решений, которые мы можем сгенерировать, используя нашу модель. И, соответственно, чем мы более сложную модель можем себе позволить построить, тем более полной она будет отражать мир, и тем, соответственно, более адекватными для реальности будут те решения, которые мы принимаем. На мой взгляд, очень показательна вот такая картинка с прогрессом в умении рисовать лошадь относительно того, как мы учимся воспринимать мир. От наиболее каких-то простых общих вещей к более подробной, точной, уже исчерпывающей модели. То, насколько мы упростили реальность, можно оценить, и в какой-то момент можно разграничить степень этого упрощения, то, что отделяет грубо достаточно уже одну степень от другой. Вот это и можно назвать уровнем. То есть мы все упрощали, начали усложнять, усложнять, все равно это все вместе как-то похоже. То есть все смайлики будут, ну, в той или иной степени, одной степени детализации, подробности, передавать какой-то один объем информации. Это один уровень упрощения. Если мы начнем добавлять какие-то более сложные элементы, мы получим более узнаваемые какие-то рисунки, которые тоже будут передавать нам эмоцию. Ну, если же мы перейдем уже к художеству, можно получить хороший красивый портрет и эмоцию со всеми ее оттенками. Вот примерно так можно себе представить то, как мы работаем с внешним миром и то, как мы строим его модель. От совсем-совсем-совсем простой до максимально сложной и исчерпывающей. И именно качественные переходы разграничивают уровни. В общем, уровень абстрактного интеллекта – это про качество нашего моделирования. Хорошо моделируем – это более высокие уровни. Примитивно моделируем – более низкие уровни. Все это у нас в голове. То есть мы, опять же, опираемся на то, что внутри нас отражение внешнего мира, и именно его мы считаем реальным, а не то, что на самом деле вокруг существует. Итак, попробуем на примере приготовления чая разобрать уровни. Если уровень ноль, то это значит, что еще ничего нет. Мы даже не представляем, что существует какой-то чай, из чего его пьют. Нет ничего, не бытие. Ну или мы не можем его никак в сознании зафиксировать. Уровень один. Мы видим что-то одно. Вот мы либо заварку видим, либо чашку, либо, может быть, чайник с кипятком, но не можем сосредоточиться на нужном количестве объектов, так, чтобы вообще их относительно друг к другу как-то увязать. То есть один объект существует, но непонятно, нигде он существует. Не существуют ли другие объекты. Он весьма такой одинокий получается. Хотя можно их менять, но все равно это не позволяет построить картину мира, а это получается отражение единичного объекта. На втором уровне мы уже можем построить достаточно сложную модель, чтобы она вместила группу объектов и их отношения между собой. Мы видим и чай, и чашку, и кипяток, только непонятно, что с ними делать. То есть мы не можем с ними манипулировать, отсутствует понимание процесса каких-то. То есть они просто есть, и мы их можем отнести к разной категории. Мы можем даже целый сервис на столе поставить, мы можем не перепутать его с набором разных чаев. Но вот это чай, это чашки, все. Если мы еще усложним немножко наше восприятие, то мы сможем в него впихнуть уже понятие процесса. То есть мы уже понимаем, что вот объект под названием чай надо переместить в чашку, налить туда объект под названием горячая вода и подождать какое-то время. Ключевое здесь, собственно говоря, слово «время», потому что без него процесс невозможен. Процесс – это что-то, что имеет начало, и что-то, что имеет конец. Только так он может существовать, и это определяется пониманием времени. Если время не существует в сознании, или оно сильно искажено восприятие, мы будем получать вместо, собственно, вместо процесса какие-то очень странные хаотичные действия. То есть их процессом назвать никак не получится. Хорошо, если у нас было все для того, чтобы осуществить процесс. То есть и чай уже был взят, и кипяток кто-то скипятил, и чашку на стол поставил. То есть нам нужно только совместить эти три объекта в определенной последовательности, и тогда все хорошо. Но если этого не было, то нужно еще усложить модель, чтобы понять, что каждый из этих объектов требует свой подпроцесс для того, чтобы быть. Нам нужно скипятить чай, следить за тем, как чай не греется. Нам нужно чашку найти. Нам нужно найти чай. И, собственно говоря, когда мы выполним все эти процессы по поиску и подготовке, и они все могут идти параллельно друг к другу, и результаты их пересекают, и мы уже сможем запустить еще один процесс от них, от всех зависящих, собственно, заваривания чая. Это уровень 4. Множество процессов, и мы начинаем отслеживать, как они между собой связаны. А на уровне 5 нас может посетить смелая идея модернизировать ту схему, по которой мы уже работаем. Потому что схема эта могла сложиться абсолютно стихийно, мы не знаем почему. Просто вот так завариваем чай. И берем компоненты отсюда и отсюда именно такие. А если вдруг мы готовы сымпровизировать и заменить какой-то компонент этого на другой, то, в принципе, это уже уровень 5. Это уже эксперимент. И мы можем получить какой-то другой горячий напиток. Когда мы наэкспериментировали с горячими напитками, мы можем составить классификатор. Чай бывает разный. Для одного подходит один, для другого – другой. Этот вкуснее, этот поперченнее, этот от кашля помогает, от этого голова не болит. Можно составить некоторые компендию, можно составить книгу рецептов большую, которая будет обозревать все, что касается чая. То есть горячих напитков с разными свойствами. Это уровень 6. Из них можно выбирать, они имеют какие-то разные назначения. Но их объединяет то, что это все именно чай. А вот если нам пришла в голову идея, что вообще-то можно попробовать, например, добиться цели избавиться от головной боли, не приготовляя напиток, а сделав что-то другое, похожим где-то глобальным способом, мы можем взять и сделать сухой экстракт. Во-первых, мы заменяем горячую воду на этанол, а во-вторых, мы возьмем то, что получилось, вместо того, чтобы пить, просто возьмем, высушим, получится порошок. А можно получить разные порошки, а они действуют не совсем так, как действовали чай, а их можно тоже смешать, с них вообще можно таблетки сделать. А если еще провести какие-то знакомые нам операции уже над этими объектами, то можно вообще выделить действующее начало. И имея в какой-то момент листочки, приготовив из них напиток, можно дойти вполне себе до порошка действующего вещества. Разница между жеванием листьев коки, приготовлением из них чая и дорожкой кокаина очень большая в принципе. То же самое с получением любых оригинально происходящих из растений лекарств. И в такой момент мы получаем, что вообще-то можно управлять нашим здоровьем. Получаем новую идею такую в целом. А если мы пойдем немножечко дальше, то мы можем понять, что вообще мы в целом можем управлять нашим здоровьем, и это можно делать по-разному. Для кого-то лучше подходит лечебный чай, а для кого-то может быть пробежка. а для кого-то лучше заняться медитацией. И мы получаем некое общее представление о том, как за собой следить, чтобы получить какое-то изменение внутри себя. Вот только собрав разные по своей сути подходы, мы можем получить учение о здоровье. И так глубоко задуматься мы можем где-то только уже на уровне 8. Дальше 8 уровня я, собственно, двинуться в примерах не могу, потому что он и так в себе по сути выбирает практически представление о множественности вселенных, которое в моей голове тоже с большим трудом укладывается. Но представить себе что-то еще больше и чай на кухне наверное уже нет. Примерно вот так. Если перевести на классические рисунки и модели схемы, которые были представлены в книге, то примерно вот так. Такая немножко физико-геометрическая аналогия. Я на одну минуту должен буду отвлечься и оставить вас с этой картинкой. Сейчас я быстро вернусь. Я могу пока использовать время для своих замечаний. Действительно, много систем, это вот когда вы говорите о здоровье, но там есть разные подходы. Подход такой, подход другой. Каждый подход это отдельная система и вы держите много систем. Плюс вы держите еще систему человека, который к вам пришел. И вернулся. Вот человека, который к вам я говорю, что восьмой действительно это правда, что если вы думаете, что вы доктор и у вас есть много систем лечения, еще перед вами пациенты отдельная система, то это действительно много систем, и вы их пытаетесь совместить и думаете, что при этом будет. Если вниз спускаться, то такое замечание, несколько замечаний, что, скажем, если вы просто составили полную карту, в смысле большую простыню написали, как таблица Менделеева, в которой вы перечислили разные способы заваривания, это все еще, ну может быть, пять. Пять это все-таки претензия на полноту, как у Менделеева. Четыре это просто несколько параллельных рядов. Но шесть возникает, когда вы говорите «если то». Если вы добавляете это, то будет такой эффект. Если вы добавляете вот это, будет такой эффект, и можно эти формулы заложить, и потом про них просчитать. Потому что если у вас есть как бы, то есть появляется уже вот это самое, ну вот, если то появилась, да, связь, причинно-следственная связь между тем, что вы кладете, и тем, что будет эффект, то тогда это шесть. Ну и, конечно, семь, продавление новых систем. Вы взяли одну систему, новую придумали, и долго с ней подходите. А потом где-то можете вернуться, а где-то можете перейти на восьмой. Да, я вот так. Давай, Леонид. Про компендиум я имел в виду, конечно, это не просто сборник рецептов, а как составлять сборы, какой болячки, какой пить, какой с чем можно смешать, какой нет, и что будет. Да, то есть просто, конечно, чай довести до уровня шесть весьма сложно, он сам по себе достаточно простой. Но вот учение травника какое-нибудь, да, оно вот примерно здесь будет, если двигаться в ту сторону. Да, я об этом пытался сказать. Именно это в качестве примера использовать. Так, значит, если хочешь что-то добавить, может, сейчас, я еще могу дать несколько замечаний по ходу. Я лучше замечания послушаю. Да, хорошо, значит, в самом начале ты сказал, что уровни это некоторая градация сложности, от простого к сложному, да, значит, действительно, но это как бы вот то, что ты сказал, это как бы большое семейство, большое семейство, которое разных теорий, моя одна из них, потому что я выделяю одну градацию, одну шкалу, вот, ну, она может совпасть с кем-то или не совпасть, скажем, шкала спиральной динамики по факту совпадает с моей, но там другие обоснования и другое восприменение, вот, если просто говорить о том, что есть простое и сложное, но там, возможно, разные шкалы, и самое главное, что это моя шкала, она, мне кажется, выделена, и я в какой-то момент в своих книжках доказываю, что в нашем, я вообще сейчас так формулирую, что мы, ну, можно спрашивать, мы живем в мире чего, кто-то живет в мире природы, значит, для него важна погода, пейзажи, дождь, снег, кто-то живет в мире вещей, да, ему природа все равно, а он вот, вот, ему интересуют какие-то вещи, он их собирает, наполняет им свой дом, кто-то живет в мире людей и человеческих отношений, общественных отношений, значит, кому-то нужны родственники, друзья, статус в обществе, вот, но я думаю, что есть еще одно измерение, которое мало изучено, мы живем в мире задач, в этом смысле, человек для меня, это некоторый компьютер, который глотает задачи, выдает решение, вот, задачи он может, некоторые отвергать, на некоторых он может ломаться, или зависать, а некоторые он решает успешно, а некоторые не очень успешно, вот эти задачи, вот это и есть мои уровни, и главная, как бы, идея всего этого, всего моего конструкта состоит в том, что в обществе существует некоторая такая скрытая структура, которая штампует задачи, не любые, а именно задачи уровней 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, я показываю эту структуру в одной из своих глав, где у меня тоже называется основная теорема, две иерархии, которые образуют шесть ниш, и потом еще некоторые гидравлические стратегии, поэтому задачи, которые нам приносят, чтобы мы научились, они, как правило, вот эти стандарты, то есть это все равно, как если бы, допустим, прилетели как инопланетяне и обнаружили, что в этой стране ходят деньги такие, а в другой другие, вот деньги, которые ходят, они, вот их конечное число, вот, и кто-то их штампует, и кто-то следит за ними, так вот, я показал, кто штампует, и какие деньги получаются, какие задачи получаются по сложности, вот у меня получились вот эти самые восемь уровней, ну, еще и нулевой девятый, девятый, у меня тоже не то, что, ну, сначала это то, что больше восьмого, но вообще-то это умение маневрировать, то есть, когда человек приходит, и, да, и самое главное вот что, как раз в самом начале, значит, Ренин сказал, что чем сложнее, тем лучше, оказывается, нет, кроме того, что более сложная модель, она может быть дороже, сильно дороже, она может еще и потерять, как бы, ну, в смысле, набрать столько деталей, что она потеряет смысл той задачи, которая была задана, задана, вот, то есть, ну, в этом, то есть, у меня не прозвучало разделение того, что, не разделение, я не подчеркнул то, что тем лучше отражение, но при этом лучше отражение не означает, лучше мы его решаем задачу, лучше приспособленный, да, то есть, если вы приходите на экзамен, и вас там, от вас требуется 2 плюс 2, вы начинаете брать интеграл, то вы пролетели, потому что, это значит теми методами, которые мы предусматривали состоителем задачника, вот, еще одну вещь я хочу сказать, что, вообще говоря, когда мы говорим, что это лучше отражает, надо всегда помнить, лучше, как это лучше измерить, вот, поэтому я всегда перехожу, не говорю, что мир и его отражение, это такой старый метафизический ход, по которому сложится, а мир он какой, потому что, тут есть, я предпочитаю говорить о карте и территории, почему, потому что, когда есть карта и территория, то всегда есть человек, который их может сравнить, одиночка, вообще говоря, и если это одиночка, например, автолюбитель, у него будет один критерий, а если он пешеход, у него будет другой критерий, понимаете, то есть класс задач, с которым он приходит, к этому, к точке познания, сильно влияет на то, будет эта карта хороша, или будет она плоха, хотя она может быть очень подробной, кроме того, если такой существует эффект береговой линии, если вы слышали, можете загуглить, если мерить береговую линию островов, британских островов, значит, мерить с одной точностью, будет одна длина линии, если мерить больше, она будет два раза больше, будем учитывать каждый поворотик, каждый шажочек, и будет совершенно другое число, поэтому иногда просто теряется смысл в этом лучшее, вот, поэтому часто бывает, что все понимают, что такое лучшее, но иногда бывает так, что человек, который приходит и говорит, у меня есть такие задачи, и вот эти задачи определяют, что лучшее, а что хуже, другое дело, что, конечно, некоторая структура при этом тоже возникает, мы тоже идем по уровням, но само деление на объекты, само деление на процессы может быть другое, в этом смысле недавно я тут, у меня есть такой, и Левенчук, Левенгук, по-моему, Левенчук, Антон, в общем, которого недавно я лекцию про технические системы и про управление сборной сложностью, которые занимаются изучением инженерных систем, как они революционируют, и в частности он приводит пример, когда вы берете ножницы, вы можете их по-разному разделить на системы, можете по-разному, как на подсистемы, если вы берете функционирование, то у вас есть одна система, которая организует давление, и одна система, которая организует резку, а если вы организуете их изготовление и сборку, то у вас совершенно другие системы, у вас одна половинка другая, а половинка и гвоздик, и это совершенно разная композиция, они как бы работают в разных условиях, то есть вы не можете одной декомпозицией решить все проблемы, Это, кстати, относится и к отражению мира. Вы не можете одной моделью покрыть все задачи. Приходится делать разные модели, потому что у вас разные задачи требуют разного. Вот. Ну, хорошо. Я сейчас для себя вынес важное то, что стоит даже в самом простом изложении делать акцент на карту. То есть, если даже и говорить, мне, собственно, нравится слово «отражение», по крайней мере, когда человеку неискушенному объясняешь, что в голове не то, что есть на самом деле, карту все-таки стоит туда добавить. Это просто, во-первых, опыт, который есть сегодня у всех. Все пользуются. А во-вторых, это действительно отражает. И главное, что вся традиция философских размышлений и так далее, она эту штуку игнорирует. Кроме, я знаю одного человека, который не игнорирует, это Дэвид Юм. А после него Кант опять игнорирует. То есть, считается, что есть некоторое оптимальное отражение, некоторое оптимальное описание мира, к которому мы стремимся. Вовсе нет. Ну, и дальше мы понимаем, что если мы будем описывать, скажем, на уровне квантовых процессов, а наши макро-вести будут вести себя как-то, то это не поможет описание. Оно либо все сотрется, либо, в общем, от задачи зависит. Ну, кроме того, что надо еще смотреть, я просто как бы делаю такой акцент на том, что один человек, одиночка, может решить. На самом деле тут существуют разные сообщества. И, скажем, гуманитарное сообщество принимает не те доказательства, которые принимаете естественно научно, я с этим сталкиваюсь, а программистское сообщество принимает еще какие-то критерии, математические, еще какие-то критерии. То есть доказательность зависит не только, то есть вы можете доказать, я, кстати, вот это про спираль познания, я тоже тему поднял Тимур в прошлый раз. Вот спираль познания – это когда один программист работает. И то потом он еще может, еще ему надо доказать другим программистам или другим пользователям, что у него хороший продукт, тоже неочевидно. Потому что я сделал продукт FTS и пользовалась им моя жена в основном, потому что другим это как-то было трудно объяснить. То есть чтобы объяснить сообществу, надо иметь не только спираль познания, но еще тип действия сообщества и понимать, как оно мыслит. И, как правило, спираль познания – это когда одиночка быстро-быстро-быстро меняет версию в программировании. И сам себе объясняет, и компьютер ему объясняет, как решить задачу. А когда вы начинаете объяснять сообществу, и сообщество имеет свои правила и критерии, разные сообщества, они имеют разные критерии, вот это фокус. И это мы как-нибудь этой темой займемся. То есть сообщество, единица и вещь – это как бы этот треугольник. Он требует вообще отдельного рассмотрения. Ну, извините. Но вот, может быть, в следующий раз я буду рассказывать какие-то новые формулы нашей жизни. Может быть, я об этом подробно расскажу.